Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главная тема выпуска. Почему новые остановки продолжают страдать от рук вандалов? В Оренбурге продолжается благоустройство территории на улице Чкалова. Как пройдет Всемирный день велосипедиста? Подробнее об этом далее. В феврале этого года в Оренбурге начала действовать транспортная реформа. Помимо изменения схем маршрутов автобусов, также изменились и остановочные павильоны города. Однако некоторые жители оказались не готовы к подобным изменениям. Схемы маршрутов автобусов, электронное табло и камеры видеонаблюдения. Новые умные остановки должны были обеспечить жителям более комфортные и удобные ожидания общественного транспорта. Однако спустя почти полгода их эксплуатации мнения жителей разделились. Можно посмотреть название транспорта, который ходит здесь. Потому что многие не знают, как, допустим, уехать отсюда в город. Появился QR-код, можно сканировать и посмотреть, где находится автобус. Внешне, конечно, это все современно, это стильно. От ветра они, по-моему, и дождя не очень хорошо защищают, в основном от холода. Но так, по остальному, вроде ничего не плохие. По мнению многих жителей, остановки недостаточно функциональны. Павильоны сильно продуваемые, а электронное табло не актуальным. В жару видно, как попадают солнечные лучи. Это жарко, когда ветер, соответственно, который разбит, они продуваются. Поэтому это не очень удобно, некомфортабельно. Даже взять, если старые остановки для сравнения, в них не так, по крайней мере, холодно стоять от ветра и не попадает солнце, потому что козырек чуть-чуть закрыт. Стекла биты, рекламного щита нет, куда рекламу повесить можно. Вообще неудобные и вообще непрактичные. Ну, как бы, вы видите, что, во-первых, они сейчас уже пленые, во-вторых, когда дует ветер, там не укрыться. Когда идет дождь, соответственно, тоже. Поэтому они очень бесполезные. Разве можно зимой тут постоять? Это же, посмотрите, внизу. Все, ветер поддувает. Вот такие мы пожилые. Разве можно, вот для нас эта остановка? Нет. Мы недовольны такими остановками. Также некоторые жители выразили мнение, что город еще не готов к таким радикальным изменениям. В разных частях города участили случай вандализма. Одним из примеров стала остановка улицы Ткачева. Вначале преступники расправились с павильоном с одной стороны дороги, а после добрались и до противоположной стороны. А так сейчас выглядит остановка улицы Степана Разина. Еще несколько месяцев назад она была в хорошем состоянии. Однако сейчас ее стены обклеены рекламными объявлениями, расписаны различными рисунками и надписями. А также достаточно длительное время здесь висело треснутое стекло, которое неизвестные разбили еще в начале марта. Однако сейчас стекло уже заменили. Ранее мэр города Сергей Салмин в эфире программы «Телевышка» на телеканале ГТРК Оренбург заявил, что разбитые стекла будут менять до тех пор, пока горожане не приучатся к культуре. Ну, что будем делать дальше? Менять эти стекла? Я уже об этом говорил. Потом опять будем менять. Потом опять будем менять. Пока все-таки не придет осознание того, что этого делать не нужно. Таким образом, будем потихоньку приучать друг друга к культуре. Официальных заявлений о проведении работ по ремонту павильонов пока не было. Редакция телеканала ЮТВ продолжит следить за развитием событий. Алена Гадяева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Министерство архитектуры Оренбургской области опубликовало новый генеральный план города. Он утвержден правительством региона. Напомним, общественные слушания по генплану осенью прошлого года проходили напряженно. Первый результат даже был отменен. Из расшифровки документа следует, что строительство крематория планируют у кладбища на улице Тихой. Документ состоит из более 260 страниц. С ним могут ознакомиться оренбуржцы через официальный телеграм-канал Министерства архитектуры или в нашем телеграм-канале. Около 200 миллионов рублей выделили на благоустройство парка у китайской стены. В Оренбурге продолжается строительство объекта на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской. Уже выполнено несколько этапов работ. Наши корреспонденты побывали на месте и узнали, как продвигается строительство. Оренбург во все оккультуривается. Появляются новые места для отдыха с семьей и прогулок с друзьями. Вот и парк возле так называемой Китайской стены в Оренбурге не исключение. Работы здесь идут полным ходом. Раньше на пересечении улиц Чкаловой и Ленинградской был пустырь, напротив которого длинная девятиэтажка, которую прозвали Китайской стеной. Сегодня здесь идет строительство парка. На территории создадут спокойные теневые зоны, построят детскую и спортивную площадку. Зимой планируют заливать каток. У нас работа состоит здесь, на улице Ленинградской, из четырех этапов. Первые два этапа, ну это, соответственно, плоскостные все сооружения, они уже практически завершены. Фонтан и еще часть благоустройства – это четвертый этап. Далее у нас третий этап. То есть третий этап у нас чуть опаздывает, потому что третий этап – это все малые архитектурные формы. В парке проведены уже все коммуникации – свет, вода, система автополива и водоотведения. На этапе завершения находится и строительство фонтана. Стоимость объекта – 85 миллионов рублей. Подрядчик из Москвы работал под землей весь зимний сезон. 1 июля запланирован пробный пуск фонтана. Ранее сообщалось, что диаметр сооружения составит 40 метров. Все работы основные по фонтану, подготовительные, в общем-то, сделаны. Сейчас наша главная задача, как и есть по контракту. 1 июля подрядчик и субподрядчик компании «Астрал» города Москвы, которая сейчас ведет весь монтаж фонтана, должны сделать уже пробный пуск. Мы должны увидеть, как это выглядит. Я думаю, что оренбургцы будут приятно удивлены и будут рады находиться именно в этом парке, проводить вечерами время и сами, и взрослые, и с детьми. Парк должен стать местом притяжения для горожан. Напомним, на строительство парка было выделено 200 миллионов рублей. Окончание работ и открытие нового места отдыха для оренбургцев запланировано на лето этого года. В апреле в Оренбурге ускорился рост цен. По информации Центробанка, явление вызвано высокой потребительской активностью и ростом издержек производителей и поставщиков. В результате, по данным Росстата, в Оренбургской области за год почти на 8% подорожали продовольственные товары. А в повышении цен на бытовую технику строительные материалы, мебель и аренду жилья виноваты, по мнению экспертов, ЧАЭС регионального характера. Топливо подорожало из-за того, что сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов встали на ремонт. Высокий внутренний спрос продолжает опережать возможности расширения предложения, но с этим обстоятельством будет бороться жесткая денежно-кредитная политика, которая призвана сократить инфляцию в целом по стране до 4%, заверили в пресс-службе Банка России. 2 июня пройдет Всемирный день велосипедиста. Как стать участником событий и о чем следует позаботиться автомобилистам заранее, расскажем далее. Оренбург отметит Всемирный день велосипедиста, парадом и соревновательным заездом. Мероприятие станет четвертым событием в рамках конкурса «Спортивный актив Оренбуржья». 2 июня регистрация пройдет в Стартовом городе с 9.00 до 11.00. В 10.15 состоится торжественное открытие. Чтобы стать участником велозаезда, до 31 мая можно будет пройти регистрацию. По следующим адресам. Улица Восточная 86, проспект Победы 118, улица Кирова 13, улица Беляевская 19, проспект Держинского 4А. А также 1 июня с 10.00 до 19.00 в спортивном комплексе «Олимпийский». А в 11.00 начнется велопарад. Участников и гостей праздника ждет показательное выступление мастеров силового экстрима. Разные активности и подарки от партнеров события. 2 июня из велосипедной гонки с 7.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на следующих улицах. Прохоренко, Новый от улицы Пролетарской до улицы Терешковой, Терешковый от улицы Хабаровской до улицы Новгородской, Маршала Рокоссовского. Планировать пути объезда нужно будет заранее. Юлия Писарева, Телеканал ЮТВ. Многодетное семейство лосей засняли в Бузулукском бару. В этой ловушке зафиксировали маму с двумя малышами. В национальном парке рассказали, что многодетной лосиху можно назвать, потому что двое лосят – это редкость. В основном рождается только один детеныш. Новорожденные практически сразу встают на ноги и, продолжая питаться материнским молоком, начинают есть то же, что и взрослые. К шести месяцам лосенок весит уже 100 килограмм. В процессе и окрас с рыжего сменится на коричневый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова